И когда я встречаю ребят-инженеров, физиков, химиков, респект. Моё мнение, лучше изучить три предмета на углу, начальники 15, но очень поверхностно. В первую очередь, когда я сюда приехал, было тяжело попасть именно в эту новую среду. Оксфорд International College. Оксфордский международный колледж. И отзыв о нём от студентов в Англии, моих новых знакомых Алиханом и Беллой. Сегодня они поделятся с Мариадей и вами, нашими зрителями, тем, как система образования Великобритании выгодно отличается от привычных нам. Мы поговорим о том, сложно ли учиться в таком престижном колледже и как здесь относятся к студентам. Ну что, познакомимся? Рад с вами познакомиться. Я тоже рад. Дорогие друзья, хочу познакомить вас с Алиханом, своим земляком из Астаны. Мы практически соседи, я из Караганды родом. И Белла, ты откуда? Я из Саратова. Из Саратова. Ученики Oxford International College. Последний год. В следующем году, в сентябре, уже будет университет, да? Кто по специальности? Так, ну вообще я подаюсь на Mechanical Engineering. Excellent, ok. Очень интересная специальность, очень меня заинтересован. Поэтому я беру сейчас здесь предметы математика, физика, ну и ещё дополнительную экономику. И ещё экономику. Экономику just in case, да? Just in case, да. На всякий случай. Окей. Белла? Я поступаю на физику, и я беру химию, физику, математику. Вот это да. Ребят, я постоянно езжу по университетам, очень часто встречаю русскоговорящих ребят. И, наверное, 60-70 процентов, я всегда спрашиваю, на кого они учатся, конечно, учатся на финансистов, экономистов, юристов, бизнес-станис. И когда я встречаю ребят-инженеров, физиков, химиков, респект. Уважаю. У меня у самого двое детей, они у меня пока ещё маленькие, 15-13 лет. Я хочу, чтобы они получили базовое именно инженерное образование. А потом пусть делают, что хотят, да? Да. Как ты вот пришла к такому решению, достать физикал? С подачи родителей или самостоятельно? Родители имели в этом участие, но это... Родители, лайкните это видео. Молодцы. Это не было причины, почему я это собрала. Я просто в какой-то момент у меня был очень хороший учитель. И я поняла, что мне очень интересна наука и особенно физика. Вот как важно иметь хороших учителей в школе. Правда? Это правда. Да, потому что это мотивация. Ты влюбляешься в предмет. Каждый раз, когда я приезжаю на знакомство с новым учебным заведением, то обязательно общаюсь с несколькими учителями. Ну и, конечно же, мы знакомы и полностью уверены в учителях школ, с которыми сотрудничаем уже долгие годы. Поэтому можем ответственно их вам рекомендовать. Свяжитесь с нами по ссылкам в описании для вашей бесплатной консультации. Мы окажем вам помощь с выбором, ответим на любые вопросы и поможем на всем пути поступления в зарубежные школы и университеты. И не только в Англии. Это чудеса. Давайте поговорим как раз о методах преподавания. У вас же есть возможность сравнивать. Ты у этого учился в Астане, причем закончил школу экстерном. Правильно, да? Да, я закончил 11 классов вообще в Казахстане и потом сразу же пошел на A-level сюда. Да, ну вообще чувствуется, что действительно само качество образования, оно как небо и земля, по крайней мере для меня. Даже так, небо и земля. А в чем разница? Разница в качестве, скорее всего, и именно в глубине самого материала, который мы проходим. Например, в Казахстане мы, допустим, проходим, не знаю, например, тему электричества, да, например, по физике. И проходим ее полностью поверхностно. Например, здесь мы углубляем себя полностью, смотрим, какие вещи могут происходить, там, все формулы, решаем задачи. И это намного интереснее и намного познавательнее. А как ты думаешь, это связано каким-то образом с тем фактом, то, что по программе A-level нет, во-первых, обязательных предметов и экзаменационные предметы только три. То есть вы поступаете в университет, по сути, с тремя предметами. Можно сдать четыре, в принципе, но для университета нужны только три предмета, верно? Да. И поэтому вы, у вас есть возможность изучать эти предметы углубленно? Да, ну, на самом деле, это даже и лучше, потому что сейчас здесь я прохожу именно те предметы, которые мне намного ближе. Да, намного интереснее. Ну, например, вот математика, физика, они мне намного ближе, чем условная литература, да, например. И, ну, я рад, например, что я здесь сейчас ее не прохожу, и мне ее не надо проходить. А в Казахстане нужно было в обязательном порядке? Конечно же, да, там у нас было, ну, как в визе, в обычных школах, весь диапазон предметов. Весь диапазон предметов. Я думаю, в английской системе образования в этом плане намного проще, и, наверное, больше наслаждения получаешь от обучения, потому что можно выбрать то, что тебе реально нравится и интересно, и изучать предметы, которые, возможно, не получаются, или просто, ну, не хочется... Или ты уже знаешь то, что ты точно не будешь использовать этот предмет в своей будущей профессиональной деятельности? Зачем на него тратить время, да? Моё мнение, лучше изучить три предмета на углубленных, чем 15, но очень поверхностно. Настоящий игрок берет качеством, а не количеством. Вы же знаете то, что есть в Англии, в том числе, в качестве альтернативы предлагают некоторые школы IB-программы, International Baccalaureate, да? И там есть обязательные предметы, там больше предметов изучается, и эта программа, можно сказать, похожа к программам в постсоветских странах, так скажем, да? Но и левел – это узкопрофильная программа. Важно правильно выбрать предметы, верно? Это верно. Да. Вам помогал кто-то с выбором предметов, нет? Я как-то, честно, сама. Сама химия, физика, математика. Ну, да. Вообще сложно вам? Ну, сложно, но если работаешь, то, в принципе, получается все. Все получается. Силы прилагаются. Как у IB, так и у A-Level есть свои плюсы и минусы, или даже лучше сказать, сильные и слабые стороны. И что подойдет одному ребенку, может быть противопоказано к другому. Обязательно уточните о разнице программ во время вашей бесплатной консультации. Закончил школу экстерном, приехал в Англию. На каком уровне английский язык у тебя, Алихан, был? На самом деле, сложно сказать. Но думаю, advanced. Advanced? Да. Иногда, конечно, бывают, там, проскакивают ошибки какие-то, но… Нет, когда ты приехал, не сейчас. Когда ты приехал… Да, 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 да. Ой, ну, когда приехал на уровне upper-intermittents, как всего. Upper-intermittents. Сейчас, конечно же, он улучшился. Ну, конечно. Конечно, слышал вот эту речь, британскую речь, ну, конечно же, намного больше коммуницирован на английском. Конечно же, он улучшится с практикой, поэтому, да. Да, а вообще учиться сложно было? Это же предметная терминология. В самом начале? Да. Сложно. Да? Сложно, да? Это было в первую очередь, когда я сюда приехал, было тяжело попасть именно в эту новую среду, поскольку я приехал из Казахстана и, ну, как и уже сказали ранее, качество обучения. И сама методика обучения, она совершенно другая. Отличается. И было в самом начале тяжело привыкнуть. Вот. Если позволишь, я хочу добавить вот к этой теме, которую ты поднял, методика обучения. Здесь важно не сидеть тихо на задней партии. Нужно проявлять инициативу, да? Верно? Да. У нас... И принимать участие в уроке, в занятии. Да. У нас большинство уроков проходит очень активно. Интерактивно. Да. Мы должны задавать вопросы учителю, если что-то непонятно. Это очень важно. И это приветствуется. Это очень приветствуется, да. Например, в школах есть такое мнение, что вот, если кто-то задает вопросы, значит, наоборот, он глупый, что-то не знает. Здесь наоборот. Здесь наоборот. Чем больше ты вопросов задаешь... Ты учитель понимает, и ты сам понимаешь, что... Participation. Да. Во-первых, познаешь больше, и участвуешь больше и в беседе, в разговоре, и познаешь больше материала. Да? Согласна ты с вами? Да, абсолютно. Ну, задавать вопросы, я считаю, это очень важно, потому что, как минимум, опять же-таки, лучшее понимание и лучшее экзамены. В общем, лучше задать вопрос, даже если он глупый, возможно, и узнать ответ, чем сидеть. Никто смеяться на тобой не будет. Да, никто смеяться на тобой не будет, и осуждать это позже, это абсолютно нормально. А вообще учителя отзывчивые, да? К ним можно вообще подойти после занятий и сказать мистер, или вы не обращаетесь к мистер, миссис к учителям по именам? В этой школе... К каждому по-разному. К каждому по-разному. К каждому по-разному, кто это... Некоторые требуют, чтобы вы говорили, вот, меня называете, например, доктор Перс. А, ну, доктор, да. Некоторые, наоборот, говорят, что называйте меня как хотите, как вам удобно. Можете просто по имени называть. Ага, даже так. Поэтому у всех разный подход к этому, конечно же, как называть. Но на самом деле это хорошо, потому что, когда понимаешь, во-первых, как можно друг к другу обращаться, как коммуницировать, ты становишься ближе к учителю, и с ними потом будет легче и коммуницировать, и даже после уроков будет легче им задавать вопросы. У вас есть возможность познакомиться с одной из учителей Уэнди в отдельном выпуске интервью по ссылке в описании. Ну или посмотреть на учителей в действии непосредственно на рабочем месте уже в выпуске с экскурсия по колледжу. Загляните в описание. Оставили там для вас ссылки на все видео из Оксфордского международного колледжа для лучшего погружения в его атмосферу. Надо будет посмотреть. А домашки много задают? Я бы сказала, нам не стоит так много домашних заданий. Потому что вы... Потому что мы знаем, что нам просто нужно самим делать очень много работы после этого. И это уже как бы считается, что ты это уже знаешь. Тебе не нужно говорить, чтобы ты что-то сделал. На самом деле, это подготовка уже к обучению в университете. Никто за тобой в университете бегать не будет. Здесь к нам относятся, ну, очень часто как к взрослым людям, которые могут сами брать ответственность за свою учебу. За свою учебу. Да, не в плане того, что никто не помогает, но просто мы сами должны знать, что нам нужно делать. Можно сказать, что это такая контролируемая свобода, да? Наверное, в каком-то плане. Все равно есть же учет успеваемости. Если кто-то... Да, конечно. ...хромает в своей учебе, да, обязательно этот вопрос будет поднят и адресован правильно. Окей. На этом наше видео подошло к концу. Будем признательны за лайк и подписку. А также обязательно ответим на все ваши вопросы в комментариях под этим роликом. До скорой встречи. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру вместе с нами Путешествуй по миру... По планamelу эрмекови. И Omplace Камелу. Как вы's Dominican костяк? Промнет! От нас нет особих встреч. ...